Перед выполнением упражнений познакомьтесь с исходной позицией. Эта позиция и есть та позиция тела, с которой вы будете начинать все упражнения всех уровней и комплексов. Разучим ее. Она позволит вам наиболее эффективно использовать ваше тело. Ноги выпрямлены и стопы параллельны друг другу. Носки направлены строго вперед. Колени выпрямлены. Когда вы сгибаете колени, они должны двигаться параллельно стопам. Когда таз находится в нейтральной позиции, то ваши бедра расположены строго вертикально, а таз немного отклонен. Попробуйте немного выдвинуть таз вперед, а теперь выдвинуть вперед живот. Верное положение, когда грудь немного выдвинута вперед, а живот втянут. Плечи должны находиться на одной линии с бедрами. При этом необходимо немного откинуть голову назад. Ваш подбородок должен быть направлен параллельно полу. Глаза смотреть прямо, а плечи составлять единую линию с линией бедра. Теперь вы знаете, что такое исходная позиция, а значит, вы готовы выполнять упражнение. Наклоны вперед, исходная позиция. Живот подтянут. Наклоните голову вперед и сгибайте колени по мере сгибания позвоночника. Коснитесь пола, затем выпрямитесь. Разверните плечи, поднимите голову и подбородок. Держите колени согнутыми в ходе упражнений, а живот подобранным. Упражнение выполнено один раз при возвращении в исходную позицию. Поднятие коленей исходной позиции. Поднимите левую ногу и плотно прижмите руками к телу. Спину держать прямо, таз не опускать. Затем опустить ногу на пол и повторить то же самое с другой ногой. Не забывайте считать. При этом помните, упражнение считается выполненным один раз, когда вы проделываете по одному движению каждой ногой. Боковые наклоны, исходная позиция. Таз в нейтральном положении. Согните левую половину тела, живот при этом подтянут. Старайтесь мысленно подтянуть пупок к позвоночнику. Не отклоняйтесь назад. Наклоняйтесь попеременно в левую и правую стороны. При этом в талии тела не сгибать. Пусть руки скользят вдоль ног как можно ниже. Не забывайте считать. При этом помните, упражнение считается выполненным один раз, когда вы проделаете по одному движению в каждую сторону. Вращение руками, исходная позиция. Сделайте большой круг левым плечом, колени держать прямо, назад не отклоняться. Ваш живот должен быть подобран в ходе всего упражнения. Дыхание равномерное, движение плавное. Сделать четверть необходимого количества упражнений вперед, затем четверть назад, после чего повторить упражнение на другом плече. Комплекс разминка. Для каждого комплекса упражнения первые четыре упражнения предназначены для разминки. Общее время разминки – две минуты. Со временем скорость выполнения упражнений увеличится, и между упражнениями не будет пауз. Добейтесь плавного выполнения упражнения и естественного перехода от одного к другому. Исходная позиция. Как и для позиции стоя, это положение лежа также является исходной позицией. Чтобы правильно выполнить, лягте на пол, ноги согните в коленях. Таз прижат к полу, а позвоночник образует легкий сгиб. Руки положите на живот. Прижмите спину к полу, затем оторвите ее от пола в противоположном направлении. Исходное положение есть промежуточное между этими двумя позициями. Бедра при этом перпендикулярны потолку, а спина образует небольшой сгиб. Эта позиция есть основа качества при выполнении упражнений и обеспечивает их максимальную эффективность. Подъемы тела. Приготовились, руки завести за голову, пальцы слегка касаются друг друга, шея расслаблена. Прижмите таз к полу и приподнимите верхнюю часть туловища. Локти развернуты на 180 градусов, а пальцы не сцеплены. Живот втянут. Старайтесь мысленно прижать пупок к полу. Возвращайтесь в исходное положение после каждого поднятия туловища. Правильная техника очень важна. Поэтому сначала выполняйте упражнение медленно, это займет какое-то время. Упражнение считается выполненным один раз, когда вы выполните один подъем и вернетесь в исходную позицию. Подняйте ног. Лягте лицом вниз, лоб положите на согнутые руки. Живот подтянут. Поднимайте попеременно ноги. Ноги должны быть прямыми, а бедра полуприжатыми к полу, когда вы выполняете упражнение. Шея с позвоночником должны находиться на одной прямой линии. Остальная часть туловища расслаблена. Каждое касание пола ногой считается за один повтор. Боковые подъемы. Лягте на бок. Ноги вытянуты, выпрямлены и находятся слегка впереди. Опустите голову на вытянутую руку. Вторую руку используйте для балансировки. Бедра от пола не отрывать. Живот подтянут. Поднимите ногу как можно выше. Ноги должны быть параллельны друг к другу. Не выворачивайте ее в колени ни внутрь, ни наружу. Продолжайте поднимать ногу. Бедра прижаты, живот подтянут. Одно поднятие – это один повтор. Сделайте половину необходимого количества поднятия одной ногой. Затем повторите это упражнение на другом боку. Тренировка пресса. Лягте на живот, ноги прямые, прижаты друг к другу. Кисти рук строго на уровне плеч. Передвиньте тело назад, руки при этом остаются прижатыми к полу. Постарайтесь коснуться копчиком пяток. Затем верните тело в исходную позицию. Живот должен быть подтянут, движение плавное, дыхание не задерживать. Упражнение считается выполненным один раз, когда вы вернетесь в исходную позицию. Вытягивание носков. Лягте на спину, ноги вместе, руки вытянуты вдоль тела, ладони внутрь. Таз находится в исходной позиции, живот подтянут, верхняя часть тела расслаблена. Поднимите левую ногу в позицию, перпендикулярную поверхности пола или близкую к перпендикулярной. Ноги держать прямо, не выворачивая ни внутрь, ни наружу. Опускайте ноги, не торопясь. Движение выполнять плавно, дыхание не сбивать. Упражнение считается выполненным один раз, когда вы поднимете по разу обе ноги. Бег на месте. Бег на месте, поднимая голени на среднюю высоту от земли. Колени находятся строго над стопами. Тело держать прямо, не отклоняясь назад. Живот подтянут, руки прижаты к телу, плечи расслаблены. Дыхание не задерживать. Упражнение выполнено один раз, когда вы левой ногой касаетесь пола. Это полный комплекс упражнений номер один. Когда вы освоите их, перейдите ко второму разделу для закрепления упражнений. Наклоны вперед, исходная позиция. Руки поднять над головой, плечи опустить, назад не отклоняться. Опустите руки перед собой наподобие арки, когда вы наклоняетесь вперед, сгибая позвоночник, повторите еще раз, соблюдая последовательность действий. Колени держать слегка согнутыми, руки поднимать максимально высоко над головой, вытягивая тело. Живот держать подтянутым, движение выполнять плавно, дыхание не задерживать. Упражнение считается выполненным один раз, когда вы выполните один полный цикл. Вы совершенствуете свою технику, и скорость выполнения упражнений увеличивается. И теперь вам необходимо выполнять упражнение более динамично. Выполняйте упражнение так же, как и в медленной версии. Но не сгибайтесь до самого пола, руки ниже уровня бедер не опускать. Старайтесь соблюдать ритм аэробики. Поднятие коленей, исходная позиция, руки вдоль тела, ладони внутрь. Поднимите левое колено за глиностопом, подтяните к телу, затем опустите. Повторите то же самое с другой ногой. Спину держать прямо, ноги слегка согнуты. Живот подтянут, плечи расслабить. Упражнение считается выполненным один раз, когда вы поднимете по одному разу каждую ногу. Наклоны тела, исходная позиция, ноги чуть шире бедер, стопы параллельны друг к другу. Наклонитесь в одну сторону. Одна рука при этом скользит вдоль тела максимально низко, вторая вытягивается максимально далеко. Назад не отклоняться. Живот подтянут, таз немного приподнят. Повторите упражнение для другой стороны. Упражнение считается выполненным один раз, когда вы выполните один наклон влево и один вправо. Вращение руками, исходная позиция, кисти, рук на плечах. Сделайте большой круг левым локтем, сделать четверть необходимого количества вращений вперед, затем четверть назад, после чего повторите упражнение на другом плече. Живот держите подтянутым, стараясь как бы прижать пупок к позвоночнику. Колени прямые, назад не отклоняться. Подъемы тела исходной позиции лежа, ноги подняты над полом, икры параллельно полу. Плечи развернуты под 180 градусов, таз в исходной позиции, ноги неподвижны. Пальцы рук лишь слегка касаются друг друга, локти не сводить, выше головы не поднимать. Движения выполнять медленно, дыхание не сбивать. Растяжка для спины. Лягте на пол, лицом вниз, руки вытянуть перед собой. Поднять одновременно правую руку и левую ногу. Следите, чтобы живот был втянут. Голову и позвоночник держите на одной прямой линии. Лоб и бедра прижаты к полу. Не подбрасывайте ноги. Выполняйте движения плавно и четко. Скоординируйте движения верхней и нижней частей тела. Упражнение считается выполненным один раз, когда вы поднимете одну руку и одну ногу. Боковые подъемы. Лягте на правый бок, спина прямая, словно вы лежите вдоль стены. Ноги расположите немного впереди тела. Голову опустите на вытянутую руку. Оторвите талию от пола и при этом воспользуйтесь левой рукой в качестве опоры. Прижав ноги друг к другу, одновременно поднимите их, а затем опустите. Ноги держать вместе, ступни параллельно друг к другу. Постоянно следите за тем, чтобы живот был подтянут. После того, как выполните половину положенного для вас норматива, повторите упражнение на другом боку. Тренировка пресса. Лечь лицом вниз, кисти рук строго на уровне плеч. Поднять тело над полом до полного выпрямления рук. Кисти и колени от пола не отрывать. Живот подтянут, тело держать строго прямо. Плавно опускаясь на пол, замрите за несколько сантиметров до него, а затем повторите упражнение. Вращение бедрами. Лягте на спину. Ноги вместе, руки разведены, таз прижат к полу. Затем, согнув ногу в колени, перенесите ее под грудной клеткой и коснитесь коленом пола. Затем вернитесь в исходное положение и выполните упражнение для другой ноги. Старайтесь не отрывать руки от пола, а голову поворачивать в сторону, противоположную касанию коленом. Вторую ногу держите строго прямо. Колено опускайте плавно, без рывка. Следите за движениями и за тем, чтобы живот был втянут. Дышите медленно и равномерно. Одно касание коленом считается за один повтор. Бег на месте, прыжки с махами. Бег на месте, поднимая голени и держа колени перед туловищем. Одно касание левой ногой считается за один повтор. Прыжки с махами выполняются, когда рука идет вперед, а нога с этой же стороны движется назад. Колени выпрямлены. При прыжке заменяйте конечности на противоположные. Бег на месте. После 50 движений выполните 10 прыжков, затем снова перейдите на бег. Следите за дыханием. Упражнение считается выполненным, когда пройден один полный цикл бега и прыжков. На этом упражнение комплекса номер два закончены. Вращение позвоночника. С ногами расставленными немного шире бедер, выполняйте переходы с одной стопы на другую, при этом максимально вытянутая рука описывает полукруг на уровне плеч. Следите, чтобы колени были на одной линии со стопами. Разворачивайте бедро, когда достигаете полного разворота, чтобы избежать вращения в коленном суставе. Упражнение считается выполненным, когда сделано по одному движению вправо и влево. Подъем коленей, исходная позиция, руки на бедрах. Поднимайте попеременно левую и правую ноги, стараясь при этом коснуться коленом грудной клетки. Тело держите строго вертикально. Опорное колено чуть согнуто, стопы параллельны. Одно движение правой и левой ногой считается за один повтор. Наклоны в стороны. Встаньте, ноги шире бедер, руки на бедрах. Переносите вес с одной ноги на другую, сгибая колени и держа их на одной линии со ступнями. Наклоны выполняются на уровне талии, руки при этом остаются на бедрах. Живот подтянут, не отклоняться ни назад, ни вперед. Выполняя упражнение, дышите глубоко. Один наклон влево и один наклон вправо считается за один повтор. Вращение руками, исходная позиция, руки на плечах. Сделайте большой круг обоими локтями одновременно. Живот подтянут. Не прогибайтесь, позвоночник держите в исходной позиции. Выполните половину норматива, вращая руки вперед, а затем половину, вращая руки назад. Подъемы тела. Лягте на спину, прямые ноги поднять вверх. Поднимите таз от пола, словно хотите дотянуться носками до потолка. Не подбрасывайте ноги. Движение совершайте плавно, следите за тем, чтобы живот был втянут. Плечи и затылок должны быть прижаты к полу в ходе всего упражнения. Растяжка для спины. Лягте на пол лицом вниз, живот подтяните. Поднимите грудную клетку, стараясь прогнуться. При этом ноги должны оставаться прижатыми друг к другу и от пола их не отрывать. Ладони развернуть вовнутрь. Руки должны стремиться вниз по телу, когда вы прогибаетесь назад. Плечи старайтесь отвести как можно дальше назад. Голова и позвоночник находятся на одной линии, дыхание ровное. Прогибайтесь как можно дальше назад. Если вы испытываете боль в спине, необходимо прекратить упражнение и вернуться на уровень назад. Боковые подъемы. Глядьте на правый бок, ноги расположите немного впереди себя. Поднимите талию и обе ноги от пола одновременно. Затем продолжая удерживать их при поднятом состоянии, верхнюю ногу поднять и отвести от нижней, затем опустить. Живот должен быть подтянут в течение всего упражнения. Одна рука вытянута вперед, и на ней лежит голова. Вторая рука расположена на уровне груди и помогает при балансировке. Одно поднятие ноги, что находится выше, считается за один повтор. Выполнив половину нормативы, проделайте то же самое на другом боку. Тренировка пресса. Лечь лицом вниз, ноги вытянуть. Кистью сжать в кулаки и расположить на уровне плеч. Оторвать тело от пола, поднять его на носках и предплечьях. При этом следить, чтобы тело было прямым. При возвращении на место лоб параллельно полу, а кончик носа касается пола перед кулаками. Необходимо опираться на носки при выполнении упражнения. Живот подтянут, бедра прижаты друг к другу, дыхание равномерно. Вращение бедрами. Лечь на спину, руки развести на 180 градусов, ноги согнуть в коленях и поднять. Выполнить наклон обеих ног одновременно на одну сторону, при этом колени и стопы прижаты друг к другу. Перенести ноги на другую сторону, стараясь при этом не отрывать руки от пола. Каждый раз поднимайте и опускайте ноги посредством исключительно брюшного пресса. Ноги не должны опускаться на пол, но и нельзя прерывать упражнение. Голову поворачивайте в сторону, противоположное движением ног. При возвращении в исходную позицию упражнение считается выполненным один раз. Бег на месте, приседания. Бег на месте, поднимая стопы. Колени держать на одной линии со ступнями, а руки прижатыми к телу. Приседания. Со ступнями, направленными параллельно, согните колени и бедра, словно вы хотите сесть. Тело наклонить немного вперед, спину держать прямо. Пятки не отрывать. Опирайтесь на всю ступню при выпрямлении. Выполняйте бег на месте, после 50 движений перейдите на прыжки. Приседайте глубоко, но не опускайте бедра ниже уровня колен. Перейдите вновь на бег, а затем опять на прыжки, пока общее количество повторов не достигнет положенного норматива. На этом упражнение комплекса номер 3 закончены. Вращение позвоночника. Ноги шире бедер, плавно переносите вес с одной ноги на другую, при этом рука движется максимально вытянутой через все тело. Поворачивайтесь на уровне талии и смотрите при этом в сторону поворота. Колени держать на одной линии со стопами в ходе всего упражнения. Колени при повороте не выворачивать. Поворот налево и направо считается за один повтор. Подъем коленей, исходная позиция, руки на бедрах. Поднять колено как можно ближе к груди, а затем отвести назад. Оттолкнитесь от пола и повторите движение. Второе колено держать слегка согнутым, стопы ставить параллельно друг к другу. Выполнить половину норматива, затем сменить ногу. Спину держать прямо, живот подтянут. Наклоны в сторону. Расставить ноги шире уровня бедер и слегка вывернуть наружу. Переносите вес тела с одной ноги на другую и одновременно совершайте наклоны в сторону на уровне талии. Одновременно вытягивайте одну руку в сторону наклона тела. Колени немного согнуты, живот подобран. Назад не отклоняться. Вытягивайтесь на носок со стороны наклона тела. Один наклон влево и вправо считается за один повтор. Вращение руками, сходная позиция. Руки вытянуты вдоль тела. Выполните вращение руками сначала одной, а затем другой. Руки напряжены, шея на одной линии с позвоночником, колени слегка согнуты. Половину упражнений выполнить, вращая руки вперед, а половину вращая руки назад. Упражнение считается выполненным один раз, когда выполнен один полный цикл вращения обеими руками. Вращение. Лежа на спине, руки завести за голову, ноги согнуть в коленях, потянуть левое колено на уровень груди, коснуться противоположного локтя, поворачивая корпус, после чего сменить колени. Продолжать выполнять упражнение. Ваш таз должен оставаться неподвижным, никаких рывков или наклонов. Держите ноги как можно ближе к полу. Если испытываете боль в спине, поднимите ноги немного повыше. Локоть, которого не касаетесь, отводите как можно дальше. Таким образом будет осуществляться вращение. Ваши плечи следуют за вашими локтями. Не держите голову руками. Пальцы рук должны лишь легко касаться друг друга. Следите за тем, чтобы живот не был расслаблен. Он должен быть подтянут в ходе всего упражнения. Движения сочетаются с равномерным дыханием. Один поворот налево и направо считается за один повтор. Растяжка для спины. Лечь на пол лицом вниз, живот подтянут, ноги сведены вместе. С руками за головой поднимите грудь и руки от пола одновременно с поднятием ног. Скоординируйте движения. Ноги держать максимально прямыми. Голову держать на одной линии с позвоночником. Пальцы рук слегка касаются затылка. Локти разведены максимально широко. Ноги прижаты друг к другу. Сфокусируйтесь на координации верхней и нижней частей тела. Это более важно, нежели та высота, на которую вы можете поднять тело. Если вы испытываете боль при выполнении этого упражнения, прекратите и вернитесь на уровень назад. Каждый подъем тела считается за один повтор. Боковые подъемы. Лечь на правый бок, тело держать прямо, согните ноги в коленях, чтобы образовался прямой угол. Поднимите тело на правый локоть. Живот подтянут, бедра подняты над полом так, чтобы образовался мостик. Поднимите верхнюю ногу над полом, затем опустите. Бедра держать в неподвижном состоянии. Не отклоняйтесь ни назад, ни вперед. Талия поднята, живот подобран. Ногу, которую поднимаете, не сгибать. Выполните половину норматива, затем смените ноги и повторите упражнение. Подняйте ноги один раз, считается за один повтор. Тренировка пресса. Лечь лицом вниз, ноги вытянуты и прижаты друг к другу. Опереться на носки. Руки поставить немного шире плеч, оттолкнуться от пола, тело держать прямо. При каждом движении вверх руки выпрямлять полностью, а при движении вниз касаться грудью пола. Живот подобран, дыхание не задерживать. Вращение бедрами, исходная позиция лежа. Руки развести широко, ладони вниз. Вытянуть правую ногу, левую ногу удерживать согнуты в колене. Правой ногой коснуться пола. Когда ноги будут по центру, сменить вытянутую ногу на противоположную и коснуться пола с другой стороны. Колени держать вместе, ноги поднимать и опускать посредством брюшного пресса. Не роняйте ноги на пол и не разводите колени. Вы не должны испытывать боли в спине, когда поднимаете или опускаете ноги. В области бедер должен совершаться глубокий поворот. Руки держать прижатыми к полу. Голову поворачивать в сторону, противоположную движению ног. Касание пола с одной стороны считается за один повтор. Бег на месте, прыжки с махами. Выполняйте бег на месте, поднимая стопы приблизительно на 15 сантиметров над уровнем пола. Упражнение считается выполненным один раз, когда левая нога касается пола. Прыжки с махами, с ногами направленными параллельно друг к другу. И коленями согнутыми так, словно вы хотите сесть. Из этой позиции вы делаете прыжок с руками, вытянутыми вверх. Затем возвращаетесь в положение полуприседа и повторяете упражнение. Следите, чтобы колени и ступни были на одной линии. Когда вы бежите, руки держать прижатыми к телу. После 50 движений имитирующих бег, перейти к 10 прыжкам с махами. Продолжите прыжки, причем старайтесь прыгать как можно выше. Затем перейдите на бег и выполните столько повторов, сколько положено по вашему нормативу. На этом упражнение комплекса номер 4 закончены. Продолжение следует... Продолжение следует...